Добрый день! Здравствуйте! У меня и у наших зрителей к вам огромное количество вопросов с подковыркой. Мы с вами находимся в гостях у строительной компании 3D Строительный Принт, которая строит вот этот замечательный купольный 3D дом. Сегодня мы участвуем в эксперименте, главной задачей которой является утепление купольного дома с помощью пенополиуретана с закрытой ячейкой, методом заливки ППУ в межстеновой зазор. Андрей, самый главный вопрос. Почему именно купольные дома? Что вас в них привлекает? Ну, купольный дом, он просто во всех отношениях. Вот, несмотря на возможные сложности, они порой находят очень простые решения. Вот. Я думаю, что человеку уютнее с более меньшим количеством холодных углов в доме. Ну, даже не будем уже затрагивать вопросы эзотерики. Особенностью данной задачи является то, что дом уже утеплен процентов на 80. Он был утеплен с помощью пенополиуретана с открытой ячейкой в нижней части и верхняя часть утеплена с помощью полистирола. Причем заливка пенополиуретана осуществлялась методом смешения компонентов в ведре. Затем использовали установку низкого давления. Дальше идет полоса пустая, которую необходимо утеплить. Ну, и в верхушке уложен пеноплекс, потому что завершали монтаж с помощью опалубки и заливки бетона. Мы с вами видим, что часть дома покрыта льдом. Это как раз происходит из-за того, что в неутепленных участках снег подтапливается, вода начинает стекать вниз и замерзать на уже утепленных участках. Заливка будет осуществляться изнутри помещения. Температура внутренней стены составляет порядка 8 градусов. И, конечно же, это повлияет на коэффициент вспенивания, но не так, как если бы температура стены была бы равна температуре окружающей среды. А я напомню, что сегодня у нас на улице минус 7 градусов Цельсия. Заливать пенополиуретан будем с помощью оборудования высокого давления марки Интерскол 5H200. Будем использовать подогреваемые шланги, которые будут проходить от автомобиля с техникой внутрь самого дома. Электричество 380 вольт, 15 киловатт мощности. Ну что ж, до и после производства работ мы произведем тепловизионную съемку и в результате оценим, как изменилась температура свежеутепленной стены, а также сможем определить, какой же из утеплителей работает лучше. ППУ с открытой ячейкой, ППУ с закрытой ячейкой или полистирол. Ну что ж, друзья, теперь давайте поговорим с руководителем проекта. Вы могли бы рассказать про конструкцию данного дома, начиная с фундамента, вот поэтапно из чего он состоит? Ну, данный проект мы строим, представляем два вида типа домов. 9-метровый диаметр купола и 6-метровый диаметр купола. Вот, взяли мы непростую форму, можно сказать, одну из сложных. Каскадный дом будет построен с переходами, с общим балконом. Поэтому фундаментная плита серьезная, двойное армирование металлическое и, соответственно, толщина плиты 35 сантиметров. А вообще, насколько надежен такой дом, насколько в нем безопасно жить? Данный дом бетонный, монолитный. Армирование междустеночное происходит у нас путем закладывания арматуры стеклово-оконной. Композитный материал, специально используем композитный материал, потому что металл является мостиком холода. Вот, мы, в очередь, пытаемся не только избежать проблем, но и в ценовой сегменте, значит, композит гораздо сейчас выгоднее материал, чем металл. Андрей, мы видим, что дом на данный момент без отделки. Что-то планируете как-то его покрывать, защищать, делать какую-то гидроизоляцию? Какие у вас планы? Значит, внешне данный купол будет у нас защищен полимочевиной. Можем защищать и другими материалами. Но полимочевину, опять же, считаем лидером на рынке. Она проста в нанесении, долговечность службы от 50 лет. Ну, я думаю, что всяческие погрешности, они у нас будут предварительно зачищены, а потом полимочевина и сглажены. Будет очень интересно все это. Андрей, а вообще за какое время возможно построить такой дом, если мы не берем внутреннюю отделку? Вот, собрать каркас этого дома. Дом печатается, значит, 9-метровый купол по практике. Мы его напечатали за 2 недели. 2 недели мы потратили на то, чтобы распланировать смены. Не более 8 часов в день рабочий. Значит, так непрерывную печать можно напечатать и за 72 часа. Ну, мы пока этот эксперимент не ставили. Делаем все в рамках возможного. Андрей, а как выбирали утепление для данного дома? Ну, данный дом может утепляться многими, значит, материалами, начиная от щипы, керамзита, боя, напыляемой ваты. Вот. Но мы все-таки остановили свое внимание на пенополиуретане ввиду ее легкости нанесения. Вот. Значит, ценовая сегмента тоже приемлемый. И, в свою очередь, у него очень высокий коэффициент, значит, энергосбережения и шумопоглощения. Вот от этого мы и отталкивались. То есть, у нас получится термос. Вот. Ну, как мы знаем, что термос, в принципе, это лучший продукт, который согревает наш чай. А сейчас я вам задам самый животрепещущий вопрос. Не боитесь ли вы, что стены сгниют, что стены не будут дышать из-за пенополиуретана? И вообще планируется ли какая-то система вентиляции? Ну, строим мы по проекту, проектное бюро Дельты. Поэтому инженерные системы, система вентиляции, отопления, канализации, все это у нас по проекту. Обязательно у нас будет приток воздуха, отток воздуха. То есть, естественным образом, то есть, все это предусмотрено, конечно же. Поэтому мы не переживаем на это еще. То есть, стены дышать не будут, но система вентиляции будет, и дом все-таки дышать будет. И жить в таком доме будет комфортно. Обязательно, обязательно. Кстати, мы видим, что в доме пока что нет ни одного окна. С чем это связано и планируются ли здесь окна? Да, по проекту у нас в каждом помещении есть окна. Значит, здесь у нас будет единая входная группа на все три купола. Дальше в куполы у нас будут тоже входные группы, отдельно в каждой из куполов. Значит, что касается оконных проемов, почему мы сейчас их не установили? Во-первых, проект у нас был осенним. Во-вторых, мы решили экспериментировать до конца, ставить, как говорится, эксперименты и испытания на данном доме. Поэтому окна и не вырезались. То есть, это монолитная конструкция, которая пошла с закрытым контуром в зиму, без утепления. В данный момент, в данную зиму она пошла без утепления. Дальше мы, соответственно, утепляли ее несколькими способами и добились какого-то эксперимента. То есть, есть статистика, от которой мы можем уже отталкиваться. Сейчас задам вопрос, который интересует, наверное, каждого владельца дома. Сколько, примерно, денег потребуется на отопление в месяц? В холодную зиму? В холодную зиму требуется полтора киловатта для отопления данного купола. У него 120 квадратных метров. Второй этаж у него имеется второй свет. Значит, у нас поднимается в центр купола верхнюю его часть тепло. И по законам физики, естественным образом, упускается вниз. Тем самым, создается завихрение. Ввиду того, что небольшое количество углов в данном доме и холодных углов, я имею в виду. Значит, поэтому, я думаю, что не требуется большого количества киловатт для того, чтобы этот домик обогреть. Полтора киловатта в час требуется для того, чтобы его обогреть, а дальше поддержание и того меньше. Поэтому, я думаю, что загородный дом обогревает за 3000 рублей в месяц приблизительно. Это абсолютно нормально. Это отличная цена. Андрей, ну вообще, для кого этот дом? Кто является целевой аудиторией? И почему решит построить себе такой дом? Ну, я думаю, что данный дом, на нем остановят внимание интересные, креативные люди, которые хотят нестандартное какое-то решение. По последнему слову строительной технологии, с наименьшим коэффициентом, как говорится, затрат, времени потраченного, сил. Я могу сказать так, что данный проект строился двумя подготовленными инженерами и строительной техникой. Что, как говорится, было очень интересно по трудозатратам. То есть, у нас трудозатраты порядка 70% были занижены касаемо строительного рынка. Поэтому дом креативный, интересный, энергосберегающий. И, в принципе, в использовании данного дома, даже вот можете увидеть, снег естественным образом с купола сдувается при помощи ветра. То есть, ну, обслуживать данный дом гораздо проще. Андрей, а сколько будет составлять стоимость такого дома в 2022 году? Ну, в 2021 году, не забываем, рынок строительных материалов пошел вверх значительно. И мы все очень обрадовались, потому как дом наш состоит из бетонной смеси, композитных материалов. Вот, нет у нас ни дерева, ни камня, ни железа. Все, что выросло в цене. Сейчас сложно прогнозировать. Андрей, а когда мы сможем увидеть финальную версию этого дома? Когда можно будет сюда приехать, посмотреть его? Я так понимаю, это будет что-то напоминать шоу-рум, правильно? Да, как раз я хотел сказать о том, что вся информация касаемо строительства данного купольного дома проекта, вот, она у нас освещена и на YouTube-канале 3dsp.ru. Вот, вы можете посмотреть на ее этапы и процесс строительства, вот. Но мы не торопимся, мы проводим испытания, поэтому весной мы возведем еще два купола. И я думаю, к 1 июня вы сможете приехать, воочию посмотреть, пощупать, с каким материалом, как были приняты решения какие-то в дизайне, в интерьере. Вот, и окончательный проект, я думаю, 1 июня мы его завершим. Отлично, значит, в июне встречаемся здесь. Всех приглашаем посмотреть, что же в итоге получится. Продолжение следует...